Добрый день! Сегодня анбоксинг. Нас встречает знакомая черная коробочка. Это компания Moio. Куб 4х4. GTS 2. Магнитная версия. Сравнивать его сегодня будем с первой версией GTS M ну и с VQE Mini. Гана у меня нет. Покупать не стал. Не очень мне понравился. Так что обойдемся этим. Я его уже вскрыл. Давайте посмотрим на комплектацию. Нас встречает сам куб. К ним подставочка маюшная. Отверточку положили. Темно-синяя. Раньше такие голубенькие были. Запасные магнитики. Опять же их два вида. Три потолще, три потоньше. Так. Инструкция. Такая же, как и в первом GTS. И еще там есть, кажется, карточки. Не доставал, не смотрел. Да. Товарищ из команды Moio. Еще какие-то сотрудники мою. Карточки. Не вижу в них особого смысла. Кто-то, возможно, их собирает. Больше ничего нет. Коробочка точно такая же, как и в первой версии GTS, что добавилось в комплектации. Я не помню, была ли отвертка в первой версии. Но подставки точно не было. Добавилось. Это хорошо. Это мы отложим. Коробочку уберем. Та же магнитная крышка. Очень приятная. Премиальный цвет. Дизайн. Все хорошо. Ничего не мета. Ну, стандартная. Давайте к самому кубу. Сначала осмотрим его внешне. По размеру, если приглядеться, то он никак не отличается от первой версии. Несмотря на то, что на официальном сайте до сих пор, кажется, висит информация о том, что первая версия имеет размер 62 мм, а вторая 61 мм. Я уже, по-моему, в анбоклинге на ВУКОЕ говорил об этом. Но первая версия также имеет размер 61 мм. Проверим вторую. И тоже 61 мм. То есть по размерам они одинаковые. Несмотря на то, что в презентации на версию 2 говорят, что вот меньший размер, меньше, чем у всех. Ну, такой же, как у первой версии. Это хорошо. Это неплохо. Это стабильно. По цветам. Белые цвета одинаковые. Логотипчик один в один. Все такое же. Пленочка наклеена, которая со временем будет отсваиваться. На первой версии у меня там больше 1000 сборок откручено. У меня, кстати, два. Вот еще один. На этом чуть больше. На этом кубе я сломал крестовину. Его починил. Он стал также функционален. Но прежде чем его починить, я заказал себе второй. И не горевал по этому поводу особо. Цвета белые одинаковые. Оранжевые вроде как одинаковые. Желтые. Ну, такое ощущение, что на второй версии чуть поярче. Зелененькие вроде такие же. Синий. Ну, вроде недалеко. То, что мне сразу бросилось в глаза, это красный. На второй версии красный цвет гораздо светлее. Прямо гораздо-гораздо. И по внешнему виду, что мы сразу можем увидеть? Мне кажется, чуть меньше стали отверстия. Вот здесь. А тут покрупнее, тут помельче. И сразу бросается в глаза измененная форма уголков. Тут он какой-то более литой. А здесь он вырезан. Какой-то такой остренький стал. Видно ли это на камеру? Ну, это есть. То есть они что-то поколдовали. Также в презентации было сказано, что они сделали какие-то улучшения внутреннего механизма. Лучше как-то позиционировали магниты. Возможно, это были вообще слова. Или, возможно, это и не отличие от первой версии. Но они улучшили крестовину, что хорошо. И как-то изменили элементы ребра и углы. Углы видно. Давайте вот так сбоку посмотрим. Вот так вот будет хорошо видно. Слева первая версия, справа вторая. Уголочек имеет форму другую. Ребро вроде такое же. Да, вроде так. Ну, что-то поколдовали. Вроде-то должно добавить больше стабильности к кубику. Да, немного стабильности GTS-M не хватало. Он очень быстрый. Самые первые версии были со слабой крестовины. Потом это вроде бы поправили. На втором кубе такой проблемы не было. Но изредка-изредка он у меня лакапит. Несмотря на то, что я не слабо быстро собираю четверку в районе минуты. Там есть у меня сборки домашние меньше 50, но это бывает редко. Иногда, особенно на OLL паритете, бывает лакапит. То есть, прям застревает конкретно вот эти вот внутренние элементы. Как-то. На этом кубике я уже пару десятков сборок открутил. Проблем не было. Из коробки был совершенно сухой. Абсолютно. Я его смазал. Ощущения от вращения другие. Да, кстати, с VQE мы не сравнили. VQE-то у нас 60 мм, это 61. Но в презентации также было сказано, что улучшили антифлип систему. Ну и антипоп систему улучшили. В чем суть-то? На VQE при желании уголок флипнуть можно. Это не так легко сделать, как на обычном VQE, это VQE-мини. На АОСу, как ни старайся, только если сломать, наверное. Уголок не флипается. Проблемы в флипе угла, они, конечно, и так редки на четверках. Но кроме ГАНа, на ГАНи хорошо флипается. Но здесь такой проблемы нет. К VQE я так и не привык. Это хороший куб. Ничего в нем плохого, просто оно вот не мое. Много в нем контроля. Уголок в сборке ни разу не флипался. Так что это не беда, что их можно руками сделать. Намеренный этот флип. Ну, просто так он мне и не зашел. Он хороший куб. Для оценителей VQE он зайдет отлично. И ничего плохого про него сказать не могу. Просто стиль немой. Давайте этот перемешаем и соберем. Я еще делюсь впечатлениями от вращения. Немного другое вращение. То есть нет уже так глобально летающих внешних слоев. Стало чуть контролированнее. Не скажу, что это плохо, но слегка непривычно. Возможно, притрется. Посмотрим дальше, что будет. Вполне хороший куб. Скорее всего, на нем буду собирать на следующем чемпионате. Опять же, я еще дворок откручу. Можно будет сделать какие-то выводы. Так. Цвета различаются хорошо. То, что красный чуть побледнее, никак на сборке не отражается совершенно. Все вполне стабильно и приятно. Ни разу не залогатило меня. Зато количество сборок, которые я сделал, совершенно. Что хочу сказать. Здесь нет ничего такого прям чудо инновационного. Никаких прям революционных решений здесь не наблюдается. Хороший ли это куб? Да, на первый взгляд, вполне хороший. Есть ли у него недостатки? Пока не нашел. Буду искать. Посмотрим. Пока не особо привычный. Это как бы тоже можно привыкнуть. Так, что-то здесь начудил слегка. Ну да ладно. Итак, 3 на 3 идет вполне хорошо. Ну, если немножко поравнее дни руки, все будет еще лучше. Немного другой. Более стабильная версия GTS-M. Надеюсь, это пойдет ему на пользу. Я даже, в принципе, уверен в этом. В принципе, особых локапов я не наблюдал. Ну, только из-за того, что я как-то не так вращаю. Как бы, если у вас полностью устраивает GTS-M, то, возможно, и нет смысла покупать этот кубик. Если вам не хватает стабильности и контроля, возможно, контроля, то GTS-M решает эти проблемы. Ну, единственное, к чему привыкнуть надо, то чуть более яркий красный цвет. Возможно, это просто мне партия такая попалась. Или у них, ну, просто все версии сейчас с таким красным цветом выпускаются. Ну, или это сделано специально. Ну, в инструкции про это слова не было в презентации. Какая-то там нейлоновая крестовина. Надеюсь, будет крепкая. Хорошая четверка. Не хуже, чем первая версия. Трудно их визуально отличать. Вот, по красному цвету. И по строению уголков, которые можно видеть невооруженным взглядом. Второй версии чуть поострее вот здесь. Четверка хорошая. Ну, решайте сами, стоит ее брать или нет. Все, что мог, рассказать, рассказал. Сам покручу, побольше посмотрю. Картинки с строением я, конечно, приложу. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.